В Москве известного в Сызране журналисты Виктора Васильевича Адамова. Добрый день, Виктор Васильевич. Здравствуйте. Валентин, вот мы все говорим почти клишировано, проблема ЖКХ, проблема ЖКХ, да, но так ли уж все проблемно? Может быть, вопрос искусственно раздут. Возможно, не имея других рычагов для создания напряженности в городе, люди, вот знаете, давят на мозги, вас обворовывают, да, вас обворовывают. Все в ЖКХ поголовно негодяи, а уж в управляющих компаниях Владимира Симонова и вовсе негодяй на негодяя сидит. Без этого штампа их и на работу-то, дескать, не примут, но так ли это? Предлагаю темы нашей встречи выбрать следующую. Действительно ли проблема ЖКХ так актуальна в Сызране, Октябрьске, ну, словом, в нашем регионе? Голосовать давайте не будем, мы не в Думе, тем более у вас обоих на все свое оригинальное и неожиданное мнение. И тему сегодняшнего выпуска, действительно ли ЖКХ, это одна большая проблема, мы выносим на голосование для наших радиослушателей. Если да, звоните по телефону 916-416, нет, 916-417, звонок бесплатный. Телефон редакции 98-46-46, мы будем рады узнать ваше мнение, звоните. Ну, я задам сразу вопрос нашему гостю. Виктор Васильевич, вы регулярно получаете письма от жителей нашего города, знакомые с их мнением, с мнением простых горожан. Скажите, как обстоит дело с проблемами в ЖКХ в нашем городе? Ну, хочется сказать, прежде всего, то, что, да, большая часть нашей редакционной почты, это письма, касающиеся сферы ЖКХ. Более того, совсем недавно редакция нашей газеты «Читая, Думай, Сызрань» провела социологический опрос. И, опять же, проблема жилищно-коммунального хозяйства все наши респонденты ставят на первое место. А вот, насколько я знаю, проводился также опрос, где на первое место была выставлена проблема дорог. Вот это взаимосвязано, как вы считаете? Выделяются три основные проблемы. Это состояние дорог, это плата за ЖКХ, причем люди уже, скажем, смирились с тем, что низкое качество оказания услуг. И низкая заработная плата в городе. Как известно, она у нас чуть более 17 тысяч, и хуже ситуация только в Чапаевске, из 10 городов Самарской области. Виктор Васильевич, я бы с вами поспорила по поводу того, что люди смирились с низким качеством услуг ЖКХ. Судя по обильному количеству жалоб, по-моему, все-таки есть еще, остались еще в нашем городе не смирившиеся. Ну, не то, что не смирившиеся. Я вообще-то думаю, что их число растет. И давайте вспомним осенние события, когда люди получили первые квитанции, это октябрь и ноябрь, и где первые начисления за электроэнергию на общедомовые нужды вызвали очень много вопросов. Это очень актуальный вопрос вот на сегодняшний день. — Да, знаете, прямо я предлагаю на здании наших управляющих компаний повесить мемориальные доски, что в этом здании был спровоцирован социальный взрыв в нашего города, среди населения нашего города. Что думают люди о контроле над коммунальным бизнесом? Подконтролен ли он и кому? — Ну, давайте порассуждаем, что мы сейчас видим. У нас две управляющие компании, это УК ЖЭС и УК Центр. Аффилированы они Владимиру Симонову, подконтрольны, естественно, ему. И, собственно, все деньги, поступающие от населения, сначала приходят управляющие компании. К ним очень много вопросов, и не только у населения, но и у поставщиков ресурсов. Вы вспомните, всегда Сезарь называется, это хроническая проблема, то, что они не рассчитываются с поставщиками энергии. — Вопрос задолженность. — Но это ведь проблема не только нашего города. — А я хочу сказать, мы когда взяли результаты мониторинга, проведенные правительством Самарской области, и где оценивался в том числе и сбор коммунальных платежей, так вот Сезарь очень на хорошем счету. У нас по городу сбор составляет 97%, причем среднеобластной — 93,12%. Так что это миф, люди платят деньги. — Но проблема неплатежей перед компаниями, подающими нам энергоресурсы, это же проблема не только Сызраня. — Но это не только Сызраня. — В Октябрьске у нас до Белых Мух оставался без тепла 2 трети города. — А кому там подконтрольно-управляющие компании? — Это вы сейчас меня спросили, да? — Ну да, это риторический вопрос, но тем не менее. — Виктор Васильевич, а что думают жители нашего города именно о начислении платы за электроэнергию на общедомовые нужды? Потому что этот вопрос, мы к нему возвращаемся снова и снова, стоит на данный момент очень остро. Потому что и вы, и я, и все здесь присутствующие получают квитанции, в которых стоят какие-то суммы непонятные. — 50 киловатт, 3 киловатта, вот как они это все исчисляют, по каким схемам? — Да, и действительно ли этот вопрос по-прежнему актуален? Вроде столько копий было сломано, столько выступлений было перед общественностью с попытками разъяснить ситуацию. — Насколько я знаю, два дела заведено по этому вопросу. — Именно по этому? — Вы имеете уголовные дела в отношении руководства управляющей компанией «Центр». — Там несколько не по этому вопросу. — Но, тем не менее, все там взаимосвязано. — Давайте вернемся к основному вопросу Валентина. — Ну, давайте поразмышляем таким образом. Услуга по освещению подъездов, козырьковое освещение и так далее, она всегда была, есть и будет. Раньше она включалась в графу «Содержание ремонт жилья». Ну, интересующиеся могли посмотреть, увидеть, а большинство населения, в общем-то, она не вызывала, и все воспринималось само собой. Затем на смену 307-го постановлению правительства Российской Федерации, которая регулирует отношения в сфере ЖКХ, пришло 354-й, которые потребовало выделять в отдельную строку поставку оплату коммунальных услуг не только электроэнергии, но и водоснабжение, отопление, что мы, наверное, впоследствии увидим. И с октября месяца жители нашего города увидели, в сентябре, по-моему, уже появилась эта графа, но там были нули. С октября и особенно в ноябре вот эти вот пошли первые начисления, которые и вызвали бурю возмущений. Ну, на самом деле, давайте поразмышляем следующим образом. У каждого подъезда, на каждой лестничной клетке, и то не всегда, висит лампочка, ну, 40-60 ватт, не больше. Да, такая лампа Ильича. И когда мы у себя в квартирах имеем холодильники, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, которые потребляют огромное количество энергии, то сразу возникает вопрос, откуда взялись эти деньги? Откуда взялись суммы начисленные за общие домовые? Да, совершенно верно. Даже если мы возьмем лифты, значит, у нас по городу есть многоэтажки, оснащенные лифтами, по-моему, и, тем не менее, стандартный лифт рассчитан на 4 человека, он потребляет 3, чуть больше 3 кВт. Но это все равно, что два утюга. Поэтому вопрос резонный у жителей, откуда взялись такие суммы? Что пишут вам горожане? Получили ли они ответ на свой вопрос? Вопрос ставится, ставится и ставится на протяжении уже нескольких месяцев. Он особенно обострился вот еще с получением квитанции за февраль. Значит, насколько я знаю, это управляющая компания «Центр», там очень много вопросов в районе Тяжмаши военного городка. Да, и вот буквально перед эфиром мне звонил председатель совета одного из многоквартирных домов, с которым мы договорились о встрече, которую принесет со всеми бумагами. Люди возмущены, потому что начисления за февраль на эти нужды в 10 раз превосходят январские начисления. В 10 раз? В 10 раз. Какая прелесть. Виктор Ильич, а вот, извините, у нас перебил? Нет. Я что бы хотел добавить в связи с этим, что вообще обе наши, у нас две управляющие компании, мы называли «Центр» и «ЖЕС», они вообще достаточно интересно себя ведут. И я хочу сказать, что, например, квитанция, все они с января как-то несколько усовершенствованы у нас, извините, за образец была взята самарская квитанция, но тем не менее они не доработаны. Вот если мы берем управляющую компанию «ЖЕС», которая обслуживает образцовскую площадку и юго-западный район, мы видим расход на весь дом, расход на общедомовые нужды, которые человек может соотнести, и сколько на него начислено. То есть более прозрачно. Да, более прозрачно. В управляющей компании «Центр» этих цифр нет. И более того, я, например, чем удивлен, мы берем отдельные дома и видим, что везде по-разному. Где-то идут начисления, в доме, например, где я живу, вот уже три месяца подряд у меня, я вижу в этой графе цифру ноль. И это еще в ряде... Я не могу сказать, но услуга-то отказывается. Кто, наши управляющие компании боятся? Ой, вы видите, мне бы ваша активность. Еще в ряде домов, я знаю, жители, тоже управляющие компанией «Центр» получают эту квитанцию с этой графой, где проставлены нули. Возникает вопрос, во сколько увеличится потом эта сумма? Зная авторитет Виктора Васильевича, они, может быть, и не числяют. А только одному Виктору Васильевичу ставят нули. Нет, у соседей, я вас уверяю, то же самое. Конечно, что вы скажете. Есть черный список соседей Виктора Васильевича. Дорогие радиослушатели, напоминаем вам тему сегодняшней программы «Разворот в Сызне». У меня полковник милиции, между прочим, соседей. Да что вы! Может быть, это вы в его списке, а не он в вашем. Итак, тема сегодняшнего выпуска. Действительно ли ЖКХ – это одна большая проблема? Это является также и темой голосования. Если вы согласны с этим утверждением, номер 916-416. Если нет, 916-417. К нам в редакцию поступил звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Виктор меня зовут. Слушаем вас. Я по-своему решаю... Меня слышите, хорошо? Да, 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 да. Я по-своему решаю эту проблему, которая прерывает марсовская теория «деньги, товары, деньги», потому что деньги платятся, а товары нам в качестве услуг не дается. Управляющая компания прокуратура привлекает, штрафуется на все это деньги жителей, которые они платят. И в итоге. Вот сейчас в Октябрьске у нас рассматривают вопрос, как от незаконной деятельности осуществляется прибыль, получает прибыль. Это я имею в виду по водоотведению. В Волгу льется неочищенные канализационные стоки. Мы оплачиваем очень большие цены. Ну и много другого. А где и как решается эта проблема? Вы говорите, сейчас решается. Я просто прям порадовалась за наших соседей. Как же это решается-то в Октябрьске? Ну как, УВД Самарской области рассматривает этот вопрос. Я вот усмотрел признаки фальсификации документов, потому что здесь утверждается Министерство коммунального хозяйства, которое рассматривает затраты понесенной управляющей компании, где люди работают, электричество, очистные сооружения, а здесь, получается, все в Волгу льется, а мы оплачиваем. Да еще по двойному тарифу. Поэтому вот они сейчас рассматриваются. Я вот вижу признаки фальсификации. Ну а там дальше еще будем смотреть, что там дальше. А ваш вопрос гостю в студии? Мой вопрос? Да. Да все ясно. Деньги попали. А вы позвонили в качестве поддержки. Спасибо. В качестве поддержки, конечно. Спасибо, спасибо вам за ваш звонок. Спасибо. Виктор Васильевич, может, прокомментируйте? Я прошу прощения. Я напомню телефон редакции «Эхо Москвы» в Сызрани 984646. Номер для СМС-сообщения 9277-445555. Пожалуйста. Звонок бесплатный. Ну я хочу сказать, что наш город очень тесен. И соседний Октябрьск еще более тесен. Я узнал по городу, это известный октябрьский, по голосу, это известный октябрьский предприниматель Виктору Русин. Который, да, действительно, достаточно долго бьется за эту тему. И проблема начисленных сооружений, она там очень острая. И может быть не столько для октябрьцев, а для нас, сызранцев, поскольку мы ниже по течению Волги. И все их, так сказать, добро, оно прямиком течет к нам. Виктор Васильевич, при сомнении в правильности начислений, куда Вы посоветуете обратиться нашим слушателям? Если человек получает квитанцию, видит там необоснованные начисления, и никакой реакции от ЖКХ не поступает, потому что, по своему опыту знаю, говорят, Вы платите, мы, если неправильно, сделаем перерасчет. Ну, по-хорошему-то, куда только можно. А первый шаг, это действительно нужно идти в управляющую компанию, для того, чтобы они предоставили эти расчеты и обосновали. Есть общество защиты прав потребителей, прокуратура. Ну, я хочу сказать, скажем, сотрудники этого надзорного органа, они могут оказать помощь, но... И даже выйти в суд с соответствующим сыском, но если человек является инвалидом или несовершеннолетним и так далее. Но в любом случае, нужно время, нужно настойчивость и терпение для того, чтобы бороться вот с этой системой. Просто хочется издать сборник современных сказок, сшитых из наших квитанций. Пожалуйста, Валентин. В скором времени, с июля, насколько я знаю, планируется ввести платежи на общедомовые нужды и по водоснабжению. То есть, такой подарок будет. Пугаете вы нас сегодня, Валентин, пугаете? А потом еще и затопление. Я знаю. И вы тоже пугаете. Ах, к нам в редакцию поступил звонок. Алло? Алло. 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 Да, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как правильно у кого-то узнать? Вот снимаем мы под показаний общедомового счетчика электрического. И коэффициент у нас 20. Бывает у кого-то 30 и больше. Кто даст правильный ответ? Где это найти истину? Как правильно считается? Спасибо за ваш вопрос. Вопрос о схемах начисления. Виктор Васильевич, сталкивались ли вы с подробными расчетами? Ну, я не могу сказать точно, о каком коэффициенте речь идет, потому что применяются две схемы начисления платежей. Это либо по счетчику общедомовому, если он стоит, или по нормативу, если он отсутствует. Ну, насколько я знаю, Самара упростила все это, и все рассчитывается по нормативу. Тем более, есть один нюанс. Наши управляющие компании отчитались, это на встрече с населением, еще осенью прошлого года, когда был пик вот этих вот споров, что везде установлены двухставочные счетчики. Что это означает? Что используется и дневной, и ночной тариф. И вот мы смотрим, когда квитанции получаемые, то людям-то начисляется по 2,69, только по дневному тарифу. Здесь вот есть еще такая небольшая собака зарыла, которая в итоге выливается в миллионы рублей. У нас снова звонок. Алло? Алло? Звонок сорвался. Напоминаем вам номер телефона, редакция 984646. Звоните, пожалуйста, нам важно знать ваше мнение. И пока мы ждем... Звонок снова поступил. Алло? 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 Да, 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 говорите. Здравствуйте. Это Мария. Очень приятно, Мария. Маш, скажите, пожалуйста, вот за общедомовую электроэнергию с нас высчитали, вот в этом месяце, вот, например, 56 киловатт. А с графы ремонта содержания должны убрать это или нет? Спасибо за ваш вопрос. Убрать-то должны? Убрать должны были давным-давно. Но еще при самых первых начислениях и стоимость квадратного метра, она должна была рассчитываться совершенно по-другому. То есть, вот, насколько я понимаю, что раньше вот эти платежи на общедомовые счетчики, они включались в графу общедомовое содержание дома. Совершенно видно. Потом управляющая компания решила, что это нужно вынести за эту графу, писать в отдельный. Но в самом деле... Сумма осталась тоже самая. Звонок нашей радиослушательницы перекликается с предыдущим вопросом. Куда идти людям со своей проблемой? Куда? Во все контрольные надзорные инстанции. Стучать и жаловаться. И, кстати, поэтому я вот хочу привести, передо мной лежит платежный документ, такая же квитанция. Это Самара, даже скажу точный адрес, улица Осипенко, 20. Так вот, например, там из графы содержания живого помещения минусуется. Это, получается, трехкомнатная квартира, площадью 61,5 метра. Значит, туда общедомовые нужды. Сейчас по сравнению с квартирными, я скажу, 900 рублей это на саму квартиру. И идет, вычеркивается из этой графы, идет со знаком минус 84 рубля 7 копеек, которые вынесены в другую графу, то есть электроснабжение общего имущества. Спасибо, Виктор Васильевич. Еще один звонок поступил к нам в редакцию. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Владимир Федорович, беспокойство, Монгары. Очень приятно. Я хотел вас спросить, может, прокомментируете насчет того, что люди, которые оплачивают по нормативу, это касается электричества и воды, и такая роль администрации, совместно с УК, в том, чтобы как эти квартиры оборудуют эти счетчики, имеют в виду квартиры, которые лежат в цепальне, по найму стоят. Потому что эта львиная часть этих сверхформативных расходов ложится на остальных людей, по электричеству и по воде. Все. Спасибо за Ваш вопрос. Ну, насколько я знаю, эти расходы должны компенсироваться из бюджета. В каком объеме, точно не могу сказать. Но достаточно любому человеку зайти на сайт городской администрации. Там в разделе ЖКХ есть вся необходимая информация. Сделано это в соответствии со стандартами раскрытия информации. Так что все это предусмотрено. А что касается то, что те люди, которые будут по нормативу якобы платить лишние. Ну, давайте посмотрим на сам норматив по той же воде. То, что нас ждет там середины года или осени. Это 10 кубометров воды в месяц на человека. 3,4 горячие и 6,6 холодные. Ну, возьмите показания счетчика, даже с учетом, где люди совершенно не экономят и льют воду, то норматив с лихвой перекрывает все эти затраты. По этому поводу забавный диалог в тему. Странно, что у меня в ванной из крана течет вода, говорит один из собеседников. А должно что? Коньяк. Да почему это? Ну, судя по платежке за январь. Мы прервемся на новости, после которых наш выпуск будет продолжен. Мы продолжаем наш выпуск. И у нас сразу звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это вот звонит. Павел меня зовут. Очень приятно, Павел. У меня такой вопрос. Уже квартпата дорожает, дорожает. Она в течение последних двух лет заметна. Вот ветеранам федеральным труда выплачивались деньги 50%. Да, да, говорите, говорите. 50% выплачивается. А сейчас просто мизер, они сходят на нет. Потому что зарплата дошла, вернее, плат квартиры до 5 тысяч дошла, а деньги, которые доплачивают ветеранов, там мизер, копейки. Когда это будет пересмотрено все? Спасибо за ваш вопрос. Вообще, конечно, не совсем по адресу вопрос, но, может быть, вы сможете ответить, Виктор Васильевич? Ну, я думаю, нашего слушателя нечем будет обрадовать. Эта тенденция, она началась еще в 2005 году, начиная с пресловутого закона монетизации льгот, 122-й закон так называемый. Так что люди получили денежную компенсацию, а вот о ее, так сказать, пересмотре, увеличении в связи с инфляцией и повышении постоянного квад-платы, речь почему-то не заходит. И, к слову, возвращаясь к информации, озвученной Валентином и нашим коллегами... По своему вопросу, я уже объявил, что в скором времени, с июля, планируется ввести платежи на общедомовые нужды по водоснабжению. Каков ваш прогноз? Возникнут ли здесь проблемы подобного рода? За какую воду станут платить горожане? Прорыв труб, задолжники? Как вы можете прокомментировать? Ну, знаю систему, сложившуюся в нашем городском ЖКХ. Я боюсь, что история с электроэнергией, это только цветочки. А ягодки будут с водой и с отоплением. Давайте посмотрим, любой возьмем многоэтажный дом. Когда последний раз там ремонтировались эти трубы, а все утечки будут ложиться на жителей. С учетом, я говорю, несмотря даже на те, кто платит по нормативу, и с лихвой это все перекрывает. Но теперь будет раскидываться на всех жильцов. Смотрите, исходя из интервью Сергея Трусова, директора УК ЖЭС, вот я процитирую его слова. Инженеры нашего производственного технического отдела ориентированы на год, который пройдет под эгидой ресурсосбережения. То, что касается электричества, будем устанавливать энергосберегающие лампы, по водоснабжению бросим все силы на ремонт внутридомовых инженерных сетей. Если выявится наша вина, стоимость запотребления общедомового ресурса выставляться не будет. Вы верите? Ну, я не случайно обмолвился о сложившейся системе ЖКХ в городе. К сожалению, и ООО «Сызраньводоканал», и управляющие компании, они входят в одну группу компаний. И уже есть примеры, и, кстати, по управляющей компании Трусова, когда списываются колоссальные суммы воды, пусть он знает все прекрасно, и пусть поинтересуется у сотников. Но когда мне попали в руки цифры, что ежемесячно на стандартную девятиэтажку в виде утечек списывается 200 тонн воды в месяц, ну, сами представьте, какие это деньги. То есть, две цистерны. Три. Три. 50-60 тонн автомобильной, вернее, железнодорожной цистерны. У нас звонок. Алло. Говорите. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Я говорю сейчас. Да-да-да, говорите. Пожалуйста, от радиоприемника отойдите. Мне кажется, у нас вообще нет ЖКХ. Смотрите, что творится, кругом заросло этим каргасом, кленом, абразией, аллергией летом у детей и взрослых, в домах хлопятники, никуда это как его... клешатник, подвало в дерьмо тесет. Надо только платить и за швед, и за газ, и за воду, а... мне кажется, ЖКХ вообще не отсутствует. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Ваша болтовня. Во всех станциях, во всех категориях. Ну что ж, спасибо нашему радиослушателю за то, что он высказал свое мнение. И напоминаем вам вопрос голосования. Действительно ли ЖКХ? Это одна большая проблема. Я хотел бы вернуться к звонку... Прошу прощения. Если да, звоните по телефону 916-416. Нет, 916-417. Звонок бесплатный. Пожалуйста, Валентина. Хотел бы вернуться к предыдущему звонку. Наш слушатель немножко не по адресу претензии. Потому что у нас в гостях не работник ЖКХ. Да нет, раздражение человека вполне понятно, конечно. Если в его доме на самом деле все так плохо. Если это не последствия чрезвычайного просмотра канала НТВ. А если на самом деле так уж реально плохо. Очень жаль, что номер дома не озвучил гражданин. Хотелось бы посмотреть на дом, где начиная с подвала и заканчивая крышей. Все настолько фатально. Да, пожалуйста. Валентина Васильевна. Ну, значит, вот подытожим. Значит ли то, что коммунальные службы начнут напрямую затыкать прорывы в трубку, за счет жителей? Ну, я так думаю, это будет в первую очередь. Во-вторых, давайте посмотрим. Мы имеем дело с частными компаниями, цель у которых это извлечение прибыли. Даже если мы вернемся на ситуацию в нашем городском ЖКХ на 7-8 лет назад, то давайте что мы увидим. Было бы достаточно большое количество частных жил. Но люди деньги платили муниципальному предприятию ЖУК, жилищно-управляющей компании, которые контролировали и снимали их в виде невыполнения работ. В Самаре, кстати, происходит то же самое. А в идеале, вообще в городе, почему мы шли к частным компаниям? Почему нельзя иметь муниципальные жилищные компании? И эти деньги бы шли на развитие коммуналки, а не в виде прибыли ее учредителям. Но для этого нужна политическая воля. Боюсь вопрос ваш риторический. Скажите, как вы считаете, а поможет ли вот в этой проблеме создание ТСЖ? ТСЖ, естественно, поможет. Люди будут заинтересованы считать. И все они у тебя посчитают. И на общем собрании решат. Там более эффективно. Там есть оборотная сторона медали. Потому что выступая в качестве юридического лица, товарищество рискует быть оштрафованным. Вернемся к этому вопросу после звонка. Вернемся к этому вопросу после звонка. Алло. Извините, пожалуйста, я еще раз решил вопрос задать. Раз. А вопрос заключается в том, как же мы будем решать эту проблему? А то мы говорим, проблема, проблема. Общество живет и развивается тогда, когда проблема решается эффективно. А когда они не решаются, идет упадок. Вот у меня свое видение, что общество будет развиваться, тогда будет сменяемость власти. Например, ваше мнение в этом случае. Спасибо за ваш вопрос. Боюсь, что идеология реформ ЖКХ, она не совпадает с идеологией общественного сознания. И вот это, наверное, самая главная проблема. А все остальное уже вторично. Вы согласны со мной или нет? Хотелось бы узнать ваше мнение. Ну, мы видим, и многие, наверное, инстинктивно чувствуют и по своему кошельку, что она идет куда-то не туда. Очень сильно не туда. Да. Я хочу обратить внимание вот на какой факт, который остался незамеченным. 15 февраля Государственная Дума принимает обращение к правительству по поводу методики и сумм, и, кстати, идущих на общедомовые нужды. Вы понимаете, эта проблема уже не на первом. И даже наша послушная Дума, которая всегда голосует, как ей скажут из Кремля, этим и заботилась. Вопрос, я думаю, это уже из-за плоскости чисто коммунальной, экономической, он стал уже политическим. Этим мы частично, надеюсь, ответили, только что звонившему нам радиослушателю, что может быть, может быть, действительно что-то сдвинулось с мертвой точки. Я хотел бы вернуться к вопросу о ТСЖ. Ну, звонок сорвался? Вопрос о ТСЖ. Вот какие плюсы и какие минусы ждет дом или вот жильцов, если они примут решение вступить в товарищество, собственников жилья, или они будут оставаться под присмотром управляющих компаний? Ну, плюсы в любом случае то, что они будут платить по факту. А вот насколько этот факт для них окажется со знаком плюс или со знаком минус. Это дополнительные расходы в виде содержания управленческого аппарата, пусть там председатель, бухгалтер и так далее. Возможные штрафы. Мы же знаем наше законодательство, да, но что-то в любой момент могут запретить, могут забезать, ставить в подъездах пожарную сигнализацию и так далее и тому подобное. Это все дополнительные расходы. И лягут они только на жильцов. Я думаю, тема отдельной передачи. Тема, да. Да, конечно. Самое интересное, это еще второй способ, а всего три предусмотренных законодательством. Это непосредственное управление дома. Насколько я знаю, в Сызрине это один-единственный дом, жильцы которого избрали такую форму. Нет, у нас в городе несколько ТСЖ, не один. Не ТСЖ, а непосредственное управление жильем. А, непосредственное. Да. У нас звонок. Алло. Добрый день. Алло. Говорите, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вопрос к гостю студии очередной. Очень все-таки интересна политика ценообразования. Вот. Ну, те цены, которые нам диктуют. Вот у нас две квартиры у нашей семьи. Все они принадлежат одной и той же управляющей компании Монгара и РМЗ. Обе двушки. В одной квартире прописано два человека, квартплата 2,800. В другой квартире прописан один человек, квартплата 4,150. Однако. Понимаете, ощущение такое, что цены диктуются просто от фонаря. Спасибо за ваш вопрос. Ну, если такие суммы, то это действительно цены от фонаря. Но надо смотреть квитанции. Тем более, если две в одной управляющей компании, а тарифы у нас, в общем, в городе едины, то надо смотреть, как это все произошло. Может быть, стоило обратиться в управляющую компанию за разъяснением. В первую очередь, да. С этими двумя квитанциями. И я бы порекомендовала сразу пойти после этого в прокуратуру, если не получит человек разумительный ответ. Совершенно верно. А что-то наводит на сомнение в том, что человек сможет получить удовлетворительный ответ, потому что здесь просто ни одна теория вероятности, ни один учебник по элементарной арифметике не сможет подсказать, как в двух квартирах настолько разная плата за коммунальные услуги. Я вот хотел бы немножко отойти от проблем домов и обратить внимание на такую проблему, я думаю, немаловажную для нашего города. Это проблема чистоты в Сызрани, проблема ухоженности улиц. Почему наш город такой грязный, такой неухоженный? Как вы считаете? Ну, во-первых, потому что никто за этим не следит. Насколько я знаю, недавно за одним из комитетов, из думских комитетов, да, было принято решение, что якобы обслуживание вот этих вот территорий, скажем, назовем их бесхозные, возложить на предпринимателей, на бизнес-единицы. Не знаю опять, насколько это законно, все это тоже мне с большим трудом кажется. Какие проблемы возникают в этом случае? Огромный частный сектор. Хотя я бы назвал в качестве положительного примера, где, кстати, ЖКХ прибыльный, это один из городов Самарской области, Похвестнево. Владимир Михайлович Филипенко, там, бессменный мэр, он сам инженер-строитель по образованию. Когда я очутился в этом городе, первый раз меня что поразило, это урны в частном секторе. Одного. Для нас, для нас это да, для Сыслани это культурный шок. Тут же самое возьмем, давайте возьмем, например, Тольятти, множество управляющих компаний, но город выставляет им условия, когда они приходят обслуживать жилой фонд, то они обслуживают не только жилье, а микрорайон. Вот как. Да, с содержанием, уборкой, покосом травы и так далее. Но, поскольку у нас мэрия и думы, к сожалению, не могут просто покуситься, вы понимаете, это крупный бизнес. Мы знаем, в чьих он руках находится. И в чьих руках городская власть. Не может она просто в этой ситуации поднять, а тем даже эти вопросы, а уж тем более их решать. Вот это вот мое мнение. У нас звонок. Алло. Алло. Алло, говорите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Россия меня беспокоит. Я вот хотела, помимо того, я в первом микрорайоне живу здесь, здесь просто, знаете, вот страшно смотреть на лес, который рядом весь, извините, загаженный, мусорки наши, ну это ладно. То, что мы тут уже живем, крысы у нас бегают по этому, по улице, дети уже невозможно не сидеть. Меня интересует вот какой вопрос. Почему прокуратура не занимается деятельностью господина Симонова и не прищемит ему нос за счет тарифов? Спасибо за ваш вопрос. Боюсь только, что мы не сможем на этот вопрос ответить, уважаемая Раиса Яковлевна. Ну, Владимир Федорович, надо отдать ему должное, он очень умный человек и успешный бизнесмен. И все это делается не им лично. Вот только поэтому. А то, что в качестве, скажем, тех людей, которые должны отвечать за эти, ну давайте назовем того же Александра Ивановича Шмалько, директора управляющей компании «Центр». На него два уголовных тела заведено. Уголовное дело на глава администрации города Кобякина. Вы знаете, вот в продолжении вопроса, позвонившая нам радиослушательница, действительно хочется сказать, но не владельцы же данных управляющих компаний и других фирм должны там следить за каждой бегущей мышкой там и так далее. Вы правы, действительно есть конкретные назначенные чиновники. Вот, но опять же, в какой-то мере и самим людям необходимо перестраивать свое сознание. И в связи с этим вот ваш вопрос. Могу привести меня не вопросом, привести пример. Просто вот на Броссовской площадке депутатам была поставлена детская площадка. Она была поставлена не во дворе дома, как обычно, а поставлена между домами. То есть территория, та земля, на которой она была поставлена, она не принадлежит управляющей компании. И не нуждается как бы в обслуживании ее. И город ее не убирает. Поэтому площадка превратилась в свалку. То есть дети, такая милая картина, играют в свои игрушки, в кучу мусора. И сколько не обращались, сколько не показывало телевидение, сколько не писалось жалоб. Воз и ныне там. Приедут в мешки, запакуют мусор, поставят, по-моему, уже стоит полтора года. То есть проблема ли это управляющая компания? По сути, ее тоже можно понять. Но это не их территория. Не их. Не их, извиняюсь. И проблема ли это города? Вот я хотела сказать, слушая вас, ну куда же родители смотрят? Куда смотрят жильцы этого двора? Ну невозможно же каждому углу приставить полицейского, каждому мешку с мусором приставить дворника. Может быть я не права, дорогие мужчины, возразите мне. Может сперва необходимо поменять что-то в своих мозгах. Что вы думаете, Виктор Васильевич, об этом? Ну я считаю, что здесь, как и везде, как на том же Западе, люди одинаковые. Должны быть миростимулирующие и миронаказание за то, что люди вываливают мусор. Как бы не было печально, берем мы к Германию, когда соседи стучат друг на друга, если кто-то выкинул мусор. Но людей-то приучили. Давайте возьмем правила дорожного движения и эксплуатации автомобилей. Увеличивая за непристегнутые ремени, увеличили штрафы до 500 рублей, стали все пристегиваться. Никаких проблем. Но этим нужно заниматься. У нас звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит пенсионерка. Только, правда, в городе Октябрьска. Слушаем, слушаем вас. Очень хорошая передача. Спасибо вам. Очень много вопросов. Неоднократно по всем недостаткам обращались, писали и бесполезно. Помогите, куда это еще нам обращаться. Во-первых, вот сейчас по электроэнергии. Начисляют по количеству квадратных метров в квартире. Общая домовой начисление. Они ссылаются на какое-то постановление правительства. Это первое. Второе. Текла вода, вот канализация. Шесть месяцев. Все время звонили, звонили бесполезно. Наконец, на седьмой месяц приехали, сделали, устранили течь. И третий вопрос. Под благоустройство двора. Мы убираем сами территорию, как и субботники организовываем. Выходили с таким вопросом, чтобы у нас были раньше вот эти газовые баллоны. А сейчас их убрали. И на этом месте мы просили, писали, чтобы организовали детскую площадку. У нас буквально нету детской площадки вообще. А назовите ваш адрес, пожалуйста. Улицу, дом. Фрунзе один, квартира девятнадцать. Фрунзе один. Да. С этим вопросом у нас инициативная группа выходили и жаловались. И так на прием к мэру ходили. Так. И что сказал вам Родионов? И депутат у Единой России. И письменно все. Но обещали. Общинников депутат у нас тут приходил сюда с архитектором. Все сказали. На будущий год будет все сделано. Четыре года прошло. Ничего не сдвигается. Еще вопрос. У нас, значит, в доме, внизу, в подвале, как ПРО. Теперь они что сделали? С торца дверь заделали, замуровали. А через наш подъезд ходят в подвал. И ввиду этого у нас, ну вот это, домофон выходит из строя. Потому что налить, и видно, это все влияет. Люди идут утром на работу, не могут выйти, потому что заклинивает все это. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. И позвольте мне ответить на вопрос нашей радиослушательницы, а потом я с удовольствием передам вам микрофон. Дорогие депутаты, дорогой депутат данного округа, в который входит Фрунз-1 города Октябрьск, придите к людям, придите, расскажите им о том, что вы делаете. Если вы включили в свой план установку детской площадки в данном дворе, ну, ознакомьте вы людей со своими планами, порадуйте их в конце концов. Если это на самом деле хоть что-то делается в данном направлении, пожалуйста. Ну, я бы предложил по другому пути пойти. 8 сентября этого года будут выборы мэра в Октябрьске. Вот кто из кандидатов им поставит эту детскую площадку. Вот за того они пусть всем дома голосуют. Да, боюсь, только проблему заденевшего домофона кандидат не сможет так быстро решить. В сентябре этой проблемы не будет у него. Да, вы правы, вы правы, Виктор Васильевич, к сожалению. Как вы считаете, вот сами горожане что-то могут предпринять для того, чтобы город наш, город Октябрьск, стал чище, благоустроенней? Вот высказывалось то, что люди субботники организуют. Ну, я хочу сказать, что в последние годы у нас тенденция сложилась, и которая в городе закрепилась. К сожалению, это отстраненности людей от власти, и власти от людей. Значит, мэра выбирают депутаты и так далее. Ну, извините меня, если бы глава городского округа избирался всенародно и не руководил бы только думой, а отвечал бы за городское хозяйство, вернуться к прежней схеме, когда он возглавляет исполнительную власть и несет всю ответственность. И это совершенно другое. Ведь так же, как и в Октябрьске, 8 сентября у нас будут выбором. Так вот, надо смотреть, за кого люди будут голосовать. Я, например, придерживаюсь и считаю, что должна быть муниципальная управляющая компания, как бы ее ни называли. Частная, еще раз повторяем, цель максимальное извлечение прибыли. Эти деньги можно направить на городские нужды. В связи с этим, дорогие радиослушатели, хотел бы еще раз повторить мысль, уже высказанную сегодня в эфире, что идеология самого существования нашего ЖКХ абсолютно не совпадает с идеологией общественного сознания. И это очень-очень печально. И для того, чтобы решать проблему, ее нужно осознать. Именно к этой цели и ведутся наши радиопередачи. Осознать проблему, поставить ее перед собой и четко понять, что мы хотим, от кого мы хотим. И как мы хотим добиваться решения наших проблем. К сожалению, весьма неутешительный результат нашего голосования. Большая часть звонков была все же отрицательной, а не положительной. Вопрос, напомним, был, действительно ли ЖКХ является одной большой проблемой. Я благодарю Виктора Васильевича Адамова за то, что он пришел к нам на эфир. Надеюсь, к словам благодарности присоединится и наш соведущий Валентин. Да, и, конечно, тоже вас благодарю. Спасибо. Надеемся, что мы вас пригласим еще. Спасибо большое. Всего хорошего, дорогие радиослушатели. И мы искренне желаем.